Слава Господу! Слава Господу! Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. Слава Богу, что Он есть Бог наш также. Слава Господу, что Он на этом месте благодатью своего Святого Духа. Аллилуйя! Сегодня, конечно, такой праздник, праздник матерей. И мы, братья, таки посоветовались, что надо обязательно это отметить, поздравить. Пусть Бог благословит всех матерей. В свое время Мария, когда пришла к Елизавете, то, говорит, возрадовался Дух мой. А почему возрадовался? Потому что, говорит, будут во все время помнить, будут прославлять или будут благословлять. Дорогие друзья, есть, конечно же, матери достойные того, чтобы и благодарить, и прославлять. И Священное Писание говорит, что обычный Иерусалим, Он – Матерь всем нам. У нас есть также и наша Мать. Это Церковь, в которой мы находимся. И наша Мама лучше всех. Поэтому мы хотели бы, чтобы в этой молитве благодать Святого Духа излилась обильно. Здесь мы прочитали, что Господь есть великий, и Царь великий. Он такой, что достоин славы и хвалы. Мы, вставши на наши ноги, превознесем Его Святое Имя и расширим сердца наши, чтобы благодать Святого Духа вошла в нас. Аминь. О, Аллилуйя! Слава Тебе, наш Господь дорогой, что на этом месте Ты находишься. Слава Тебе! Слава Тебе, мой Господь дорогой, что Тобою только мы живем и движемся, и существуем. В Тебе наша сила, в Тебе наша помощь, в Тебе наша защита. Ты являешься наш врач и целитель. Ты охрана наша и благословение наше. Аллилуйя! Слава Тебе! Находясь в Доме Твоем, Боже, мы чувствуем прилив новых духовных сил. Мы чувствуем, что Ты созидишь в Церковь Твою, Боже, и каждого брата, каждую сестру Ты подходишь, Господи, для того, чтобы благословить. И в этот воскресный день дай нам слышать слова только добрые, слова благодати, Господи, слова благословения друг друга, Господи, потому что, когда мы благословляем друг друга, мы благословляем также и себя. О, аллилуйя! Слава Тебе, наш Господь дорогой! Благослови, пожалуйста! И Ты сказал, кто будет благословлять, тот будет благословен, а кто будет проклинать, тот будет проклят. Поэтому мы, сыны благословения, мы желаем, чтобы каждый, кто перешагнул порог молитвенного дома, почувствовал теплоту Твоей божественной любви. Благослови, Боже, проповедующих, молящихся, поющих, благослови всех, те, которые мамы на этом месте находятся. Дай каждое благословение пережить и благодать Твою. Тебе единому слава, честь Тебе и поклонение, великий благословенный и провознесенный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу, друзья дорогие, за этот прекрасный день, который мы имеем сегодня по милости нашего Господа. И мы пришли сюда, наверное, каждый из нас, сознавая то, что мы пришли в Дом Господен. И мы должны открыть свое сердце, поклониться нашему Господу, прославить Его достойную хвалою. И поэтому мы споем все вместе псалом «Величить душа моя Бога, Он Царь и Властитель миров». После общего пения, пение хора номер 187. «Величить душа моя Бога, Он Царь и Властитель миров, Он Царь и Властитель миров, Когда на душе тревога, Спешу под Его покров, Он правдой меня осеняет, Дает мне под крылья метель, От опасных путей охраняет, И душу мою сберегает по милости каждый день, По милости каждый день. И если порою встречаю, Я скорбь и боль на пути, Тогда к Иисусу взываю, Меня мой Господь защитит, Он правдой меня осеняет, Дает мне под крылья метель, От опасных путей охраняет, И душу мою сберегает по милости каждый день, По милости каждый день. И я каждый день направляю В молитву небесную силу, И громко Его прославляю, Не мучаясь и славами, Он правдой меня осеняет, Дает мне под крылья метель, От опасных путей охраняет, И душу мою сберегает по милости каждый день, По милости каждый день. Он правдой меня осеняет, Дает мне под крылья метель, От опасных путей охраняет, И душу мою сберегает по милости каждый день, По милости каждый день. По милости каждый день. Пожалуйста, садитесь, друзья, Будем слушать пение хора. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 утреннее общение во славу Господа! Аллилуйя! Слава нашему Богу! Моё большое желание сегодня, наверное, очень кратко, но я хочу кое-что сказать, поделиться теми переживаниями, теми мыслями, которые есть на моём сердце, есть в моей душе, потому что, как и я, как и вы, так и я, мы посещаем больных, посещаем наших друзей. Иногда мы смотрим, что что-то затягивается, да, что-то вот Господь якобы не отвечает, якобы Господь не хочет действовать, вот, и потому мы иногда ссылаемся на то, что, Господи, наверное, веры не хватает, наверное, проблема с нашей верой. Я не знаю, почему ученики обратились к Иисусу Христу в своё время. Пожалуйста, это Луки, 17 глава апостола Иисуса Христа, 17 главе, 5-6 стих. Вот два стиха как-то, конечно, предыдущие стихи и последующие, возможно, всё увязываются. Ну, я читаю вот два стиха, 5-6. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Вот ученики Иисуса Христа обратились к Господу, они почувствовали, что что-то им надо, хотя вот предыдущее место не особо наталкивает на эту мысль. Наверное, не знаю, почему так. Наверное, это для того, чтобы мы нуждались в том пред Господом, чтобы Господь умножал веру в нас. Что это за верующие такие, когда у них нету веры, правда? Что это за верующие, если мы... И знаете, Господь благоволит тому, Господь благоволит тому, чтобы наша вера в Господа постоянно возрастала. Господь не оставил этот вопрос просто так открытым, и Он отвечает ученикам. Знаете, это ответ, 6-й стих. Господь сказал, «Если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись, то есть вместе с корнем, вот отсюда, вот с этого места, и вот туда пересадить в море, то она послушалась бы вас». Ну, вы, конечно, заинтересованы, знаю ли я о том, что были такие смоковницы. Наверное, и я вас тоже спрошу, знаете ли вы такие деревья, которые вот там, а потом вот туда в море. Наверное, Господь больше здесь говорит о каких-то более духовных вещах. И Господь абсолютно заинтересован был в этом вопросе, потому что Он говорит, что «Ваша вера должна иметь действие». И Он сразу направляет на эту смоковницу, показывает, что акшен должен быть, действие должно быть. Что это за вера, которая не действует, которая не работает, которая просто вот так словесно и все. Это вера Господь. Господь говорит, показывает, что если ты имеешь веру, то ты будешь действовать. Будешь действовать. Так действовал и сам Иисус Христос. Он обладал, ну, Бог, конечно, Он знал веру, Он имел веру, но тем не менее, на страницах Священного Писания мы находим много раз, когда Он обращался к Отцу и по воле, по воле, по молитве Сына Божия, Бог творил то или другое. Дорогие мои, есть ли воля Божья в том, чтобы мы возрастали в вере? Есть ли воля Божья в том, чтобы мы возрастали в вере? Хочет ли сам Господь, чтобы у нас качество веры поднималось каждый день? Чтобы мы не просто были верующие, не просто принадлежали сначала к одной церкви, вот здесь в этой церкви мало веры, вот я пойду в другую церковь, она носит другое название. Сегодня много разных в церкви, вы можете побегать, извиняюсь, не надо бегать. Есть люди, которые вот посещают и думают, что если там, то в ту церковь, там больше будет веры, еще в третью церковь, а потом Господь работает конкретно с личностью. И сам Господь заинтересован в том, чтобы ты имел веру, чтобы твоя вера возрастала. Я хотел бы продвинуться дальше с одним условием. Слово Господне говорит в 65-й псалом, 18-й стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если есть такое состояние, то мы не можем дальше говорить. Мы не можем дальше продвигаться, мы не можем дальше говорить о возрастании веры. Если кто-то и сегодня испытывает, если сегодня Дух Святой работает над вами. Давид говорит в 31-й псалом, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Итак, когда обнаруживается какой-то грех, обнаруживается беззаконие, есть прекрасная возможность. Прямо сегодня, в это воскресное богослужение, мы люди, мы абсолютно люди, мы ходим пред Господом. Нам дается прекрасная возможность, и Давид называет такого человека блаженным. Тот человек блажен, к которому отпущены грехи беззакония и чьи грехи, они покрываются. Слава нашему Господу! Грехи беззакония покрываются кровью Иисуса Христа. Почему еще нам надо возрастать в вере? Еще такое замечательное условие. Знаете, мы не можем двигаться дальше в любви, в познании Господа Иисуса Христа. Мы не можем надеяться на Господа, если у нас нет веры. Если мы не возрастаем в вере постоянно, если мы не приходим к Господу, если у нас нет вот этого духовного роста, если мы остаемся такими, как и вчера, и позавчера, может быть, еще откатываемся немного дальше и назад. Мы не можем по-настоящему любить. Мы не можем переносить какие-то искушения. Мы не обладаем совершенным терпением или другими духовными качествами. Потому сам Господь заинтересован, чтобы у нас было возрастание веры. И этот вопрос, который сегодня я читаю, тема моей проповеди, возрастание. Умножь в нас веру, обращаются апостолы. Каждый из нас сегодня в молитве, когда мы будем склоняться перед Господом. Я думаю, что никому не лишне сегодня молиться и нуждаться просить у Господа. Господи, умножь во мне в меру, дай мне больше, подними меня на более качественный уровень моей веры. Благослови нас Господь. Немножко поговорим о путях к умножению веры. Есть пути, братья и сестры, есть пути. Я знаю, что то, что я буду сейчас говорить, вы абсолютно все знаете. Просто я напомню. Просто мы подойдем к молитве, вот так сделаем рефреш, повторим еще в нашей памяти, в нашей жизни, правильно ли мы следуем, правильно ли мы движемся в возрастании веры. Итак, первое, это постоянное изучение Слова Божия. И хочу читать римлянам. Здесь замечательное слово есть. 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания и слышание от Слова Божия. В настоящее время, дорогие братья и сестры, церковь дорогая, нам предоставляется прекрасная возможность. У нас замечательные проповедники. Мы можем слышать Слово Господне. Мы можем изучать Слово Божие. Мы не просто можем, это необходимо изучать Слово Господне. В этом плане должно быть какое-то особое постоянство, потому что Слово Господне, на которое указывал Иисус Христос, исследуйте Писание. Вы думаете через них, Иоанн записал это слово, иметь жизнь вечную. Если мы надеемся, если мы думаем, если мы стремимся к тому, чтобы нам, у нас возрастала вера, умножалась вера, вера приходит от слышания, когда мы слышим Слово Господне. Мы посещаем больных, мы молимся за кого-то. Мы можем употреблять вот эту фразу, Господи, Ты так сказал, Ты так повелел в Слове, так написано в Слове Твоем, так мы цитируем Слово Твое. Мы говорим это в Его Божественный слух, и Господь слышит, и Его Слово авторитетно, потому что мы провозглашаем, потому что мы знаем, где это место написано. И это не просто место, это место несет за собой какое-то обетование, какую-то силу несет. Пожалуйста, крестьяне, читайте Слово Господне. Возьмите какую-то систему для изучения. Не отвергайте возможность слышать Слово Господне. Здесь дальше сказано, как проповедовать, если не будут посланы, как написано, прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Мы принимаем благое Слово Господне. В этом мире вы нигде не услышите. Вы можете переключиться, вы можете перестроиться на другие каналы. Столько много голосов. Но только Слово Господне дает сегодня тебе мир и освобождение и умножает веру во Христа Иисуса. Слава нашему Господу! Благословен Господь! Второе, на что я хочу обратить внимание, это молитва. Молитва, которую мы молимся. Молитва. Как много в этом Слове, как много в этом действии заложено силы. Всякою молитвою, всяким прошением. Знаете, я не смогу все раскрыть, но Слово Господне, римлянам, 12 глава, 12 глава, напомню, 12 стих, легко запоминается, 12-12, римлянам. Там сказано, в молитве постоянны. В молитве постоянны. Это особый путь для того, чтобы вера наша росла. Для того, чтобы мы были близки к Господу. Это постоянство в молитве. Я хочу спросить вопрос, а вы ответьте сами. Сколько времени вам надо для того, чтобы встать на колени, постоять перед Господом и войти в молитвенное состояние, в общение с Господом? Сколько времени? Это наш духовный опыт. Это наш экспириенс. Кто-то сразу на второй фразе, на втором предложении молитвы уже подымет руку к небу, потому что контакт с Господом, с небом не прерывается, потому что есть постоянство в молитве. Слово Господне одобряет наше молитвенное состояние. От того, что мы постоянно молимся, от того, что мы общаемся постоянно с Господом, вера наша умножается. Ну, для пятьдесятников это особо. Для нас, для тех, которые любят молиться, вы знаете, через молитву вера возрастает в нашего Господа. И по молитве их, по молитве, вы знаете, вот эти два человека, Деяния Святых Апостолов, всего два апостола, Павел и Сила, в темнице, 16 глава Деяния Святых Апостолов, 25 по 31 стих, когда они молились, когда они молились, два человека, нас сегодня во много раз больше, во много раз больше. Что сделали вот эти два человека, которые были закованы в кандалах, там, в темнице, и их стерегли, конечно. И в полночь. И тогда, когда тяжело, и тогда, когда вообще не видно какого-то просвета в нашей духовной жизни, остается что делать? Только молиться, только молиться, только молиться, и задрожат основания темницы, вот как тогда. И Господь явит чудо, и будет там особое покаяние. Потому мы продолжаем молиться. Потому молитва – это особый путь для того, чтобы вера наша. Вы представляете, как мы молимся? Как мы молимся? Кому мы молимся? Мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа. А Дух Святой, Римлянам Павел говорит, а Дух Святой знает, какая мысль, или Бог знает, какая мысль у Духа. Это прекрасное сочетание. Мы не называем только одного Отца. Мы не называем только одного Сына. Или мы молимся только одному Духу Святому. Здесь мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Небо задействовано в вашей молитве. Аллилуйя! Небо работает. Бог работает с вами. Иисус Христос, Кровь Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Третье, когда возрастает наша вера, это посещение Дома молитвы. Это церковь. Это общение детей Божьих. Посещение нашего, вашего, моего Дома молитвы, которого вот мы построили здесь благодаря благословению Господню. Посещение Дома молитвы. Знаете, это не просто вот вы сегодня привезли себя в церковь, если я так, извиняюсь, если я кого-то обижу. Вот вы сегодня. Я вот не об этом говорю сейчас. Это не то, что мы переместились дому сюда, вот здесь мы сидим. Это посещение Дома молитвы. Сегодня говорили о женах, о Марии. Это вот когда Бог с нами имеет какое-то отношение. Это когда наше посещение, вот есть активное посещение, оно оно входит, вот мы как-то считали там студентами Бабы колледжа, сколько, какой процент вот всех нашленов церкви является активным. Ну, досчитались до 20%. До 20% это хористы, это все служители, это наши ашеры. Это вот служение ваше и мое служение Господу. Это постоянное возрастание, когда мы постоянно несем это, оставляем наше дело, какую-то работу, какое-то, где-то куда-то что-то сдвинем, но придем в Дом молитвы для того, чтобы что-то сделать. Не принести себя, вот я пришел в церковь, посидел, но я служу моим посещением Господу. В ранней церкви, в ранней церкви, вот сейчас мы понимаем церковь, вот здание, вот с привея видать, мы приходим сюда. В ранней церкви понятие церкви было экклесия, с греческого это это тайна Божия, это что-то особенное, это вот живой организм. Вот, тебе предоставляется возможность быть в этом живом организме. Не оставляйте собрание вашего, говорит апостол Павел, потому что в некоторых это прошло уже в обычай. Четвертое, как может возрастать наша вера, это участие в таинствах, которые завещал нам сам Иисус Христос. Помните, мы в прошлый раз участвовали в заповеди, было воспоминание, и мы все слушали, потом в конце тоже было подведено сегодня эпиграф нашего богослужения. А это, вы знаете, на каждый день. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Не забывайте участвовать постоянно, как только предоставляется возможность. От этого вы не получите какой-то урок, урон какой-то, или какой-то ущерб. От этого придет только одно благословение. Ну, там даны условия. Каждый раз, когда мы участвуем, мы готовим себя. От этого наша вера возрастает. Это заповедь Христа Иисуса. Не упускайте, не думайте, что сегодня я пропущу, не буду участвовать, я в какой-то грешной сегодня, не в том состоянии. Вы надеетесь, в следующем месяце я буду лучше, потому что я помогу себе, я стану лучше, вот тогда я буду участвовать. Никто себе никогда не помог. Помогает один Господь, помогает один Иисус Христос. Понуждайтесь в Его милости, Его помощи. Пятое, постоянно пребывание в Нем, это ваша практическая жизнь. Это наша практическая жизнь. Мы сейчас будем молиться, просто подумайте, ваша практическая жизнь, чем мы заняты, наше служение Господу, чем мы практикуем то, что мы слышим с проповеди, то, что мы читаем, то, что мы находим в наших собраниях, где мы, как мы практикуем Слово Господне в нашей жизни. Шестое, мы будем молиться, вера возрастает через скорби, печали, испытания и искушения. Это наше, это для христиан, это Слово Господне здесь написано. И хорошо, что в нашей церкви не проповедуется сплошное процветание, просперити, где можно увидеть 40, 50 тысяч, 20 тысяч, 8 тысяч людей, которые слушают забавного человека, который говорит, а завтра будут лучше. Поверь, Бог, которому ты служишь, Он сделает так, что сегодня ты в скорби, сегодня ты пьешь какое-то переживание, сегодня твой бизнес там где-то упал, провалился, ты сегодня оботкрутился, завтра будут лучше. Завтра эти люди приходят опять в эту же церковь, перед этого проповедника, он говорит, завтра будут лучше. В том же 12-м римлянам, 12-й стих «Скорби, будьте терпеливы». Это для нас, братья и сестры, это для нас. Скорби, будьте терпеливы. У нас редко читается это место, которое сейчас я почитаю, и мы будем молиться. Это слово написал никто иной, никакой-то грешник. Это слово записал человек, который любит Бога и любил Бога. Я знаю многие из вас, многие из нас, да, есть у Господа много обетований и много благ. И слово Господне говорит, Давид говорит, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, которые приготовили уповающим на тебя прицелами человеческими. Это ты там сохраняешь их от прерывания языков, знаете, это слово, 30-е псалом, и много и много другого, много обетований, когда вот Бог непосредственно должен мешаться в твою жизнь. И что это за вера, если вот она есть у тебя, и я помолился, а вот Господь не отвечает. Знаете, я довольствуюсь тем во многом, что я помолился, или каждый из нас может помолиться Господу, если вот нету крыши, понимаете, вот ты помолился, и Господь, без всякой крыши, без всяких проблем, нету никакого препятствия, и я в рад, и я в восторге, я знаю, что последнее слово за Богом, будет чудо избавления, будет чудо исцеления, ведь не в чудо мы верим, правда, мы верим волю Божию, которая совершается в жизни каждого человека. Ты испытал нас, Боже, вот человек Божий говорит, ты испытал нас, Боже, то есть, какая-то скорбь была допущена, переплавил нас, как переплавляют серебро. Я знаю, в этом зале есть много людей, которые прошли этим путем, вы не грешники, абсолютно нет, вы Божии, это Божий путь, это Божий путь, чтобы в вашей скорби, в ваших переживаниях вера ваша вспыхнула, вера ваша подскочила к Господу, ты вел нас в сеть, положил оковы на чресло наше, посадил человека на голову нашу, мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу, потом была свобода, но нужно было все это пройти, хочу поддержать всех братьев и сестер, вот эти пункты, вот эти направления, возможно, у вас больше есть чего-то, пользуйтесь теми каналами, которые дал Господь, чтобы вера наша возрастала, давайте будем молиться, давайте будем благодарить Господа за то, что Он любит нас, за то, что Он нуждается в том, или заботится, чтобы мы могли возрастать перед Ним духовно, аллилуйя, аллилуйя, святой благословенный Бог, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, за эту благословенную возможность, Господи, прославить имя Твое, святое, вознести славу и хвалу Тебе, нашему Богу, Господи, Господи, Иисусе Христе, Боже, святый и благословен, Господь, Ты достоин славы, Боже, Ты достоин славы и хвалы, Господи, мы сегодня благодарим и прославляем Твое святое имя, пользуясь этой благословенной возможностью, Господи, иметь это общение, Господи, общение, Боже мой, церкви Твоей, народа Твоего, Господи, Господи, Иисусе Христе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, благословен, Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за эту возможность, Господь, которую Ты предоставляешь сегодня каждому из нас, Боже, предоставляешь возможность каждой душе, Бог мой, каждой судьбе, Аллилуйя Тебе, Господи, Аллилуйя Тебе, Боже, Ты чудно заботишься о нас, чтобы мы росли в Тебе, Господи Чтобы был прирост, Господи Чтобы было приращение веры нашей, Господи И оно часто происходит там, Господи, где скорбь, Боже Там, где молитва, Господи Там, где чтение слова Господня, Боже Там, где мы посещаем церковь Там, где мы трудимся во имя Твое, несем служение, Господи Там кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, Бог мой Ты даешь нам возможность, Боже, чувствовать Твою близость, Господь Мы слышим, как наши молитвы летят прямо к Тебе в небо, Господи Потому что Ты благоволишь тому, чтобы слышать нас, Господи, и поддерживать, Господь Слава Тебе, Господи Слава Тебе, Боже, что Ты не безразличен каждому человеку, каждой судьбе, Господь Ты сегодня работаешь над нами, Господи Чтобы благоествование Твое, Господь, Слово Твоего, Бог мой Дошло к каждому сердцу, Господи Чтобы Слово Твое принесло мир, Господь Радость и утешение, Господи Каждой душе, Господь Слава Тебе, Боже мой Пусть это собрание сегодня будет благословенным, Господи А нам дай постоянно заботиться о том Постоянно искать вот эти пути, Господь Которые Ты нам предложил, Господь Для того, чтобы вера наша умножалась в Тебе, нашего Бога Святый, благословен и достоин Славы наш любящий, благословенный Бог Во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Друзья дорогие, давайте встанем и будем петь псалом Сейчас Славик много говорил о молитве И мы споем псалом о молитве Матери И, наверное, не нужно объяснять, что такое молитва Матери Мы каждый прочувствовали не один и не два раза на себе И эту молитву Матери, силу, молитву нашей Матери Да благословит Господь наших матерей И за их молитвы воздаст им В одни прекрасной юности не знал я суеты Матери Ни прекрасной юности не знал я суеты, Не знал завод, не знал хлопот с утра и до зари. Ничем я не тревожился, по воле жил своей, А скорбом не шипала кровь, матери моей. Молитве, матери, я имя услыхал свое, молитве, матери. Ходил путями помыслов, о Боге не мечтал, Своей любимой матери тем слове причинял. Но сердце нелюбимое молилось в эти дни, И слышал имя я свое, молитве, матери. Молитве, матери, молитве, матери, Я имя услыхал свое, молитве, матери. В часы моих веселых дней звучал мне глаз любви. Смотри, сын мой, не забывай молитвы, матери. Беги греха, не делай зла, храни себя, храни. Но слышал имя я мое, молитве, матери. Молитве, матери, молитве, матери. Я имя услыхал свое, молитве, матери. О, сердце полное любви пожила уж давно. А власть ее в душе моей вертинь не об одном. Беги греха, не делай зла, и с Господом живи. И слышал имя я свое, молитве, матери. Молитве, матери, молитве, матери. Я имя услыхал свое, молитве, матери. Теперь нашел я у Христа спасение для души. Сложил грехи уну Христа, молясь Ему в тиши. И счастье спасение, и лусь святой зари. Родил Христос на разум мой, молитвой, матери. Молитве, матери, я имя услыхал свое, молитве, матери. Молитесь, матери, молитесь, матери. Молитесь, матери, молитесь за детей своих, молитесь, матери. Пожалуйста, садитесь, занимайте свои места, и мы будем слушать. Аня Турчин расскажет стих, Оксана споет две песни, и затем хор споет псалом номер 237. Я бы очень хотела поздравить всех матерей с этим прекрасным Днем Матери. Мы вам очень благодарны за все, что вы делаете для нас. Также я хотела отдельно поблагодарить мою мамочку за то, что мы с самого раннего детства слышали ее молитвы и до сих пор слышим. Спасибо большое. Поэма о матери. Стих этот я бы назвала. И, Бог мой, помоги мне такие слова отыскать, Чтоб каждая мать в этих строчках себя узнавала И за материнство смогла славу Богу воздать. Какая она, да, наверное, слабая все же, Так хочется ей, чтобы кто-то ее поддержал. Но если в беде ее дети, Она не похожа на тех малодушных, Кто с поля сражений сбежал. Она будет биться, Стучаться в различные двери, Локтями, слезами молитвы дорогу пробьет. Если противники Люты, как дикие звери, То без колебания за чада На плаху пойдет. Да, это она на коленях стоит у постели, Когда она опасных дорогах запуталась дочь. Стучаться в окно неуютно, Порывы метели, А в небо стучатся молитвы, Которую ночь. Да, это она у кроватки, Ее болен малютка, Врачи и лекарства уже не помогут ему. Мать держит ладошку ребенка многие сутки, В душе растворяя слезами вопрос, Почему? Да, это она, Мать, Была молодой и красивой, Ласкала детей и шептала, Мой крошка родной. И счастье детей Ее делала в жизни счастливой, От горя детей Прежде времени стала седой. Да, Это она будет верить в спасение сына, Когда разуверятся близкие в нем и друзья. Забота о нем далеко не простая рутина, Но знает и верит, Что молится Богу не зря. И не потому ли мы Слышали неоднократно, Как каялись грешники У материнских молитв, Уходит усталая мать В путь земли безвозвратно, А плод материнских молитв Полон силы и веры. Да, Это она И варила, И мыла, И шила, Последней ложилась, И первая вновь на ногах, И дети не знали, Как в это время В душе стыло, Как недосыпание Болью стучало в висках. Не знали они, Ох, Как многое Дети не знают О том, Что в себе Материнская Носит любовь, Поэтому Мало своих Матерей Понимают, Поэтому И огорчают Они их Все вновь, А годы летят, И сегодня За внуков Тревога, Какие огни На дорогах За правду Сочтут, Полюбят ли В жизни Всем сердцем Своим А не Бога, И эту тревогу На небо Молитвы Несут. Не нужен Ей памятник, Славы Она Не желает, Вот только Немного Внимания Было Подстать. Так Хочется Верить, Что Кто-то Услышав Узнает Свою В этих Строчках Забытую Может быть Мать. Слава Богу! Также хочу всех Матерей поздравить Сегодня с Днем Матери И Для меня сегодня Очень ответственный день, Особенный день. Почти 10 лет уже, Как я и моя семья В этой церкви, Я благодарна Богу За возможность Служить вам пением. И Многие из вас Подходили, Интересовались, Если есть у меня альбом, И Альбом вышел Под названием Ты ответил на молитву Мои авторские песни. И Я имею Сегодня Диски с собой И Хотела бы Предложить Их вам Сегодня Пусть Господь Благословит И эти песни Пусть послужат Вам благословением И Первую песню Хотела бы спеть Ты ответил на молитву Спасибо за субтитры Ты ответил на молитву Что шептала я в тиши Когда не было ни силы Ни желания дальше жить Когда все казалось поздно Когда все казалось поздно И не радовал восход И безрадостные весны Приносил за годом год Ты ответил на молитву Я не смела и мечтать Я не смела даже верить Что смогу опять дышать Что смогу опять дышать Снова станет мир прекрасным Снова звезды заблестят Словно россыпью алмазной Капельки росы дрожат И над тихою рекою Утре внутренний туман Я не знаю, что со мною Словно мир мне новым стал Ты ответил на молитву Я не смела и мечтать Я не смела даже верить Что смогу опять дышать Что смогу опять дышать Ты ответил на молитву Я не смела и мечтать Я не смела даже верить Что смогу опять дышать Ты ответил на молитву Я не смела и мечтать Я не смела даже верить Что смогу опять дышать Что смогу опять дышать 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 Пусть Бог обильно благословит Песня «Мама» Субтитры подогнал «Симон» 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 Писание говорит Что этот человек пошел за ним В славе Господа Друзья, дорогие Слово Боже нам повествует о том Что дальше Иисус запрещал Как бы рассказывать о его милостях О том, что он совершал в народе Но Писание дальше говорит Что о нем еще больше Молва распространялась И вот 6 глава 5 глава послания 5 глава Евангелия от Луки Я читаю всего-навсего один стишочек. «И великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но и сила Господня являлась в исцелении больных». Дорогие друзья, как в то время, так и сегодня народ Божий нуждается в своих нуждах. То есть приносит Господу свои нужды, свои проблемы. Народ Божий несет пред Господом все свои проблемы, потому что их так много. Знаете, сегодня больше всех записок уже не о здоровье, хотя есть и о здоровье, но так много записок братья и сестры об устройстве в семьях. Так много записок о том, чтобы Бог помиловал сыновей и дочерей, чтобы Бог помиловал молодые семьи, чтобы Господь разрешил проблемы в семьях, потому что дети уходят от Господа. Мне почему-то, я вот читаю записки эти, и почему-то невольно всплывает картина перед моим взором, когда написано, за ним шло великое множество людей за Иисусом. Когда он нес свой крест на Голгофу, то Писание говорит, что за ним шла толпа народа и также женщины, плачущие и рыдающие о нем. Но написано, что Христос, обратившись к ним, сказал, «Женщины иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И дальше Слово Божие повествует и говорит, «Ибо приходят дни, в которые скажут». И дальше Слово Божие говорит о том, что Христос о себе сказал, «Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет». Братья и сестры, глядя вдаль веков, как бы пророчески, Христос сказал о том, что будут эти проблемы в семьях. Придет это время, когда сыны и дочери не будут желать служить Господу, когда будут проливаться горькие слезы о наших дочерях, о наших сыновьях, о наших внуках, о наших семьях. Братья и сестры, и сегодня это пришло время плакать, дорогие друзья. Поэтому я хочу сказать, что давайте как никогда соединимся в молитве пред Господом, как никогда возвысим свой голос и скажем, «Господи, помилуй народ Твой, Господи, защити, вмешайся в эти семьи и возврати угнанное». Вы знаете, когда Лукавый угоняет от лица Господнего детей, тогда написано в Слове Божьем, что он просто издевается с таких людей. Дорогие друзья, хочу сказать, что молитесь усиленно о тех, которые сегодня ушли от Господа, об этих записках, в которых крик души, в которых слезы, боль всего сердца, о том, что дети не служат Господу. Пусть Господь явит милость свою, пусть Господь защитит. Я некоторые записки прочитаю, и мы будем единодушно молиться Господу. Здесь есть некоторые благодарности. Благодарю нашего Господа за все милости и любовь. Вся слава Господу, что Он сохранил наши жизни в аварии и спас нас. Это есть благодарность. Дорогая церковь Суламита, поблагодарите Бога вместе с нами за охрану и благополучный перелет в Молдову, туда и обратно. Слава Господу, члены церкви. И здесь есть такая скорбная записка. Просим помолиться за семью из Кеневика, за то, чтобы Господь поддержал их в великой скорби. У них вчера умерла мама. Осталось 15 детей, меньшему два с половиной месяца. Муж и дети очень нуждаются в молитвенной поддержке. Братья и сестры, будем молиться Господу, чтобы Господь утешил этих скорбящих детей Божьих, чтобы милость Господня была в этой семье. Просят, дорогая церковь, прошу вас помолиться за моего сына, мама. Дальше, дорогие друзья, помолитесь за мою дочку, чтобы Господь поддержал ее в скорбяк и дал силы перенести. Детей вразумил и навел свой божественный страх, чтобы очистил ихний разум. Просит мама. Дорогая церковь Суламита, прошу вас помолиться Господу за мою дочь и за зятя, за их покаяние, чтобы дал Господь искреннее покаяние. Благодарим. Дорогие братья и сестры, поддержите нас, родителей, в молитве о нашем сыне и его покаянии. Дальше, дорогая Суламита, помолитесь за нашего сына, чтобы Бог спас его сердце и чтобы он покаялся в своих грехах. Пожалуйста, помолитесь о семье моего двоюродной сестры. Они живут в России, у них проблема в семье. И таких записок еще можно было бы перечислять. Братья и сестры, здесь есть много записок о нуждах, о здоровье, чтобы Господь вышел навстречу и благословил. Дорогая церковь, сердечно прошу, помолитесь за моего сына. Он сейчас находится в тюрьме, чтобы Господь даровал ему покаяние и поставил ограду над ним. Видите, как враг душ человеческих работает сегодня. Дорогие друзья, будем единодушно молиться. И здесь очень большая еще пачка записок за здоровье, за тех, которые сегодня находятся в скорби, в печали, в переживании. Те, которые ходатайствуют за своих родственников. Здесь есть нужды о работе, нужды о тестах сдачи на гражданство. Здесь есть нужды за то, чтобы Господь благословил перелеты. Братья и сестры, одним словом, очень много нужд среди народа Господнего. Знаете, в 42 главе праведный Иов сказал такие слова. «Знаю, Господи, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено». Дорогие друзья, это праведный Иов, который был пред Господом, находился, он доверял Богу и сказал «Знаю, что Ты все можешь». Мы также скажем, Господи, знаем мы также, что Ты все можешь. И вот эти записки, эта боль, крик души, войди в эти дома и благослови каждую нужду и каждое сердце. Давайте единодушно возвысим голос свой и будем молиться Господу. «Владыко неба и земли, царь царей, Господь господствующих, Ты некогда ходил на земле, и Ты вникал во все скорби, во все нужды, и множество народа стекало с Тебе, чтобы врачеваться от болезней, чтобы исцеляться, чтобы милость Твоя, Господь, присутствовала там, где Ты находился. Божелюбящий, мы благодарим Тебя, что Ты Бог, которого сила не истощилась. Ты вчера, сегодня и во веки тот же. И Ты находишься в пределах нашей церкви. Ты живешь в сердцах наших Духом Святым. Ты находишься на этом месте. Слава Тебе, добрый Господь! Сегодня выслушай молитвы народа Твоего. Божелюбящий, в этих записках так много боли, в этих записках так много слез, переживаний и скорбей. Некогда, глядя вдаль веков, Ты сказал о том, чтобы мы плакали о наших детях, Боже, чтобы плакали о себе сегодня. И мы молимся, мы просим Тебя, благослови наших детей, Господь. Яви милость Твою там, где есть непокорность, там, где есть, Господь, отвращение от Тебя, там, где ожесточено сердце во имя Твое. Войди в дома, Господь, и в сердца народа Твоего и благослови. В этих записках, Господи, имена этих детей. Ты знаешь, сколько их. Дух Святой, пожалуйста, работай над этими сердцами. Дай покаяние и пошли Твою милость. Господь, мы сегодня скорбим вместе с скорбящими. Там, где есть скорбь и печаль, там, где остался Божелюбящий этот муж, который будет хоронить свою жену, там, где осталось 15 детей с сиротами. Господи, войди в этот дом и благослови. Яви Твою милость и пожалей этих молюток, Господь. Ради милости Твоей, ради Тебя самого мы просим наш вечный Бог. Я благодарю Тебя за то, что Твоя сила, она не истощилась, она и сегодня является в исцелении больных. Слава Тебе за всех больных, за всех тех, которые написали записки. Молим Тебя, выйди навстречу и благослови. Я прошу Тебя, Дух Святой, благослови тех, которые безнадежно больны, те, которые сегодня потеряли веру на исцеление. Божелюбящий, Ты силен, выйди навстречу и дай милость Твою. Там, где врачи не в состоянии ничего сделать, Господи, яви милость Твою и пошли Твое благословение. Дух Святой, дай устройство в семьях, в домах народа Твоего. Благослови пути, дороги. Благослови тесты на гражданство. Благослови, где народ Твой нуждается в работе, в трудоустройстве. Пожалуйста, яви милость Твою и выйди навстречу. И мы верим, Господи, что Ты все можешь сделать по воле Твоей и разрешить эти проблемы. А Тебе, единому живущему на небесах, хвала, слава, честь и величие, наш вечный Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, дорогие, будем делать сейчас материальное служение, споем все вместе Псалом. Господь есть истинный мой путь, ведущий к светлым небесам. Псалом. Господь есть истинный мой путь, ведущий к светлым небесам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, пожалуйста, садитесь. Мы еще послушаем Оля исполнит соло. Хор споет псалом номер 225. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И незаметно Мы повзрослели вдруг Но как и прежде Мама наш лучший друг Снова как в детстве Прижмет груди свои Вы берегите своих матерей Ты подарила нам свою любовь И ласку отдала Улыбки свет И рук тепло За нас готова Ты отдать ей жизнь О, мама, лишь бы детям Было хорошо За нас готова Ты отдать ей жизнь Родная Лишь бы детям Было хорошо О, мама, лишь бы детям Снова О, мама, лишь бы детям Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И вот женщина, хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившись, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она подошедшей кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала, «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Интересное событие. Иисус Христос после того, когда, находясь в общении с израильским народом, с фарисеями, книжниками, имея конфликты, ушел, написано здесь, он вышел оттуда и удалился в страны Тирские и Сидонские. Ну, это приблизительно от тех мест, может быть, 30-35 майлов. Это все-таки приличное расстояние. Я себе подумал, у меня есть друзья, которые живут в Ванкувере, я подумал, если пеший идти к ним, сколько понадобилось бы времени для того, чтобы преодолеть этот путь. Иногда, не иногда, пару раз я сдавал машину в ремонт. И вот, как будто недалеко там у меня, как будто ехать не сильно далеко. Я оставил машину, думаю, пройду пеший домой. До вечера, думаю, вечером дочь или кто-то приедет с детей, отвезут меня, заберу машину. Когда я начал идти, то не тут-то было. Оказывается, это приличное расстояние для того, чтобы на машине едешь 5-7 минут, но когда ты идешь пеший, это уже совсем другое дело. И вот Иисус Христос после всех этих конфликтов с книжниками и фарисеями удалился немного от тех мест, где Он был, чтобы отдохнуть. И вот, пришедший туда, Евангелие от Марка, мы читаем, что он пришел в один дом. Ну, в Евангелии от Матфея не написано, в каком это месте было событие, но там пришла к нему женщина. Женщина, которая имела проблему. Она сама не была больна, она сама не имела проблемы, но имела проблему ее дочь, которая, написано, имела такой вот в своем теле недух такой. И этот недух ее не давал покоя ей ни днем, ни ночью. То есть, не дочери, больше матери имела проблему с дочерью. И вот, когда она пришла к Иисусу Христу с этой проблемой, она кричала и говорила Ему, Господи, помилуй меня. Потому что та проблема, которая была у нее, она так докучала ее, что она уже не могла выдержать эту атмосферу, которая находилась в ее доме. Потому что за этой дочерью нужно был постоянный уход, постоянный надсмотр, потому что ее нельзя было оставлять в покое. И вот, когда она увидела и узнала, что пришел Иисус, который может эту болезнь удалить или исцелить, она прибежала и пала к ногам Иисуса. Вы знаете, есть проблемы, которые можно решить за какие-то деньги. И есть проблемы, которые можно решить, придя к доктору, принять какие-то таблетки. Есть вещи, которые мы можем решить сами. Потому что кто-то может дать хороший совет, выписать лекарства или попить какой-то травы, и не дух оставляет. Но есть вещи или болезни, от которых нельзя избавиться просто так. И когда она пришла к Иисусу, она сказала, «Дочь моя жестоко беснуется». Это то, что никто не может помочь ей никто. Никакие врачи, никакие таблетки не могут помочь. И сегодня, где Христос сказал об этой болезни, что это изгоняется только постом и молитвою. И вот эта женщина, подошедшая к Иисусу Христу, она говорила, «Помилуй меня». Она имела очень большую проблему. И то, что она пришла к Христу с этой проблемой, это говорило о том, что в ней же не было никакого выхода. Вы знаете, матеря очень часто и очень много могут в своей жизни. Иногда мы читаем книги священописания о царях, которые были в народе израильском. И мы читаем о их царствовании, о том, что они делали. И там, когда есть повествование о царях, то там иногда упоминается или почти постоянно упоминается имя матери. То есть, для того, чтобы мы знали, кто воспитывал этого человека. И вот, например, в книге, в 4 книге царств, мы читаем такое повествование в 18 главе, со 2 стиха и 3. «25 лет был Езекия, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захария. И делал он угодный в очах Господней, во всем, как делал Давид, отец его». То есть, вот эта мать воспитала сына своего. И, ставши на трон в народе, он делал угодно, как делал его отец Давид. Иногда мы бываем на сватовстве, братья, и там мы говорим о детях, которые выходят замуж и женятся, создают семью. И вот вчера, кстати, была свадьба у Игоря Песецкого и Тани, и там говорили о том, как матери их воспитывали. Иногда вот бывает ведущая такую тему подымает. И говорили о их воспитании и о их росте. Так вот, приятно матери хвалиться о своем сыне, который был послушный, который делал то, что угодно было матери и отцу, и который, возрастая, был послушанием. И об этом приятно говорить. Но что говорить матери или отцу? О сыне своем, который, вырастая, был непослушным, и вырос он, и стал непослушным. В церковь не ходит и вообще ведет непорядочный образ жизни. И многие родители о таких детях стараются даже не говорить никому. Эту боль они несут сами себе, как эта женщина. Она не могла говорить о своей дочери, какая у меня прекрасная дочь, потому что то, что докучало ее, болезнь, которая была в ней, говорит, она жестоко беснуется. То есть ведет себя так, что ее нельзя брать в люди, выводить в люди нельзя. С ней нельзя пойти в гости. Ее нельзя никуда провести, потому что эта болезнь, она физическая. И вот это докучало мать. Это говорит о том, что иногда о некоторых детях нельзя похвалиться. А в некоторых детях нельзя никому сказать. Эту боль мы несем сами в себе, переживая, и тем самым жизнь человека укорачивается от тех переживаний, которые внутренних, которые бывают у человека. Вы смотрите, посмотрите на тех людей, которые несут переживания в своих семьях. По-разному относятся люди. Буквально пару дней назад, не пару дней, вчера, были похороны. Молодой человек, 41 лет умер, остановилось сердце. И о тех проблемах, которые имеет, или которые он переживал, старались умалчивать. Потому что семейные отношения, которые были, они были не сильно хорошие. И от этих отношений человека остановилось сердце. От переживания, от этого стресса, от постоянного стресса, повседневного, которого он нес сам себе, он не мог уже вынести. Человек умер. В жизни человека так случается, что иногда он не может никому сказать об этом. Особенно о семейных отношениях, о семейных проблемах. Иногда мы читаем в записках, кто-то иногда напишет о том, что у меня проблемы с женой, или у меня проблемы с мужем. Или иногда родители пишут, у нас проблемы с детьми, помогите, помолитесь. Но иногда люди многие не пишут. И несут сами в себе, и молятся, переживают. И тем самым жизнь человека укорачивается. Потому что от этих стрессов, от этих переживаний, от того, что есть в семье, человеку не есть хорошее отношение или хорошее внутреннее состояние. Это укорачивает жизнь человека. И вот эта мать, пришедшая ко Христу, она излила ему свою скорбь и свое переживание. От того, наверное, кричало ее сердце, потому что повседневная боль она выражалась в ее крыке или в ее желании получить от Иисуса Христа исцеление. Вы знаете, в воспитании детей многое зависит от родителей или от матери. Вы помните повествование, написанное в исходе во второй главе, о том, когда евреи находились в рабстве, и они запретили им рождать сыновей или продолжать ихний род мальчиков, которые рождались, то там написано, что Моисея, когда он родился, положили в корзину и пустила мать по реке. И вот дочь фараона, увидевши что-то, что плачет ребенок, взяла эту корзину. И там идет такое повествование, когда начали искать, чтобы кормить ребенка, то предложили, чтобы это делала ее мать. Хотя дочь фараона не знала об этом, что это ее мать. И написано, что мать воспитывала его до определенного возраста, а потом привела его к дочери фараоновой. И он стал жить и возрастать, воспитываться в доме фараона. Вот до с каких лет она воспитывала его, когда он поднялся? Три, четыре, пять лет. И потом он пошел в дом фараонов. Он больше не видел свою мать. Но возросший и ставший мужем, он что-то в своей памяти все-таки имел о своем народе. То воспитание, которое он получил с молоком матери, оно заговорило в нем. Иногда мы не даем отчета себе о том, каким образом мы можем воспитывать и как своих детей. Но то, что вложь влаживается в детей с раннего возраста, то остается на всю их жизнь. Я вожу своих внучек на спелку и однажды со школы я забрал, она домой не пошла и нужно было ехать на спелку. И ей не принесли одежду сменную. И вот она расплакалась и говорит, учительница сказала, что брюка в школу нельзя идти. И все. Я, говорит, брюка в школу не пойду. И все. Пришлось ей искать какое-то платье или юбку, чтобы она могла пойти в школу. Все. Для нее закон. Учительница сказала, что нельзя ходить. И мама сказала, что в школу нельзя ходить. В церковь нельзя ходить в брюках. Для нее это закон. То есть воспитание оно дает о себе знать. Второй раз, я не помню, говорил ей или нет, взял этих внучек, пошел в каску иногда, скупляюсь там, и отхожу, и там иногда дают пробовать какую-то пищу. И вот я подхожу к одному месту, там что-то дают пробовать. Я хотел брать, и моя внучка говорит, деда, не трожь это, не трожь. Спайси, спайси, это горькое, говорит. Я говорю, а что, горькое нельзя? Мама сказала, нельзя горькое кушать. Мне пришлось не трогать это, потому что для нее закон, мама сказала, нельзя. Я, ну, окей, говорю, хорошо, нельзя, так нельзя. То есть, то, что мы влаживаем в детей, оно для них закон, оно для них есть нечто большее, чем мое слово. Потому что мама сказала, это нельзя делать, это нельзя кушать, потому что оно горькое или еще что-то имеет какой-то вкус. Так вот, наше отношение или наше слово, которое мы говорим детям, мыкаются они не берут во внимание это, но оно работает и работает в свое время. Она это мне не говорила дома, когда я сижу, кушаю и сыплю себе сколько нужно горького, она это мне не говорила. Но там в магазине, когда тот человек, который продает, объявлял и говорил, что это горькое, и она, услышав это, она сказала мне, что это нельзя кушать. То есть, она знает, потому что ей говорила это ее мать. Так вот, иногда в нашей жизни мы должны понимать, какое отношение или что и как мы должны говорить своим детям. и вот эта женщина подошедшая кланялась и говорила «Господи, помоги мне». Он сказал в ответ «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Вы знаете, очень часто люди, которые приходят в церковь первый раз и услышат Слово Божие, они почему-то больше получают милости от Господа, чем те, которые проверывали много лет. Иисус Христос ходил по Галилеи, ходил по своим городам, и почему-то мало людей подходили к Нему с такими просьбами за исцеление. Вы знаете, иногда мы слышим, люди поехали в какое-то село, где не проповедовало Слово Божие, начали проповедовать, и люди приходили, и те, которые приехали, никогда не возлагали ни на кого рух, никогда не молились, начали молиться за людей, и люди получают исцеление. Почему, говорят? Почему те люди, которые приходят, получают исцеление от от тех людей, которые как будто никакого авторитета не имеют, потому что они поверили тому Слову, которое услышали от этих людей. Однажды одна женщина вышла замуж и уехала в Италию, он был человек богатый, очень богатый, и они жили очень хорошую жизнь. прошел год, два их жизни, три, но у них проблема, у них не было детей. Четыре года они в госпиталь везде прошли, она поняла, что она не может родить ребенка, и говорит своему мужу, знаешь что, я знаю, что ты хочешь иметь ребенка, а я не могу родить, поэтому я оставляю тебя, я уезжаю опять в Москву, ты можешь жениться как хочешь, но я понял, что для тебя я уже бремя, потому что ты хочешь иметь детей, а я не могу родить. И они хорошо разошлись, он ей дал подарки и отпустил с миром. Она уехала в Москву, и все равно у нее сердце была такая мысль или такое желание родить ребенка. Ну, каждая женщина хочет иметь детей, хочет иметь ребенка. И прошло еще время, год или два или три, после того, как она вернулась в Москву, она пела в какой-то группе до этого, и когда приехала опять, снова возвратилась в свою группу, пела, и в одно время они поехали в Израиль. И со своей группой они там провели концерты, и последний день, как всегда, те, кто ездят за границу, у них есть один день выходной, и они пошли по магазинам все. Но эта женщина пошла, там есть стена плача, и там, как вы знаете, многие люди приходят и записки оставляют в стене. И вот она написала такую записку, Господи, я хочу иметь дочь, забери у меня все, что я имею, ну, дай мне дочь. И когда она продвигалась к этой стене, там стояли евреи, которые что-то говорит, мне бормотали, говорили, поприезжали эти русские, не дают помолиться нам даже спокойно, но она все равно протолкнулась, ставила эту записку в стену, еще раз помолилась и уехала с Израиля. Прошло несколько лет, она вышла замуж снова, мирской человек, совершенно мирской, просто она знала или слышала, что есть в Израиле стена плача, туда люди ставят записки, там молятся, и вот прошло время, она вышла замуж снова и забеременела. И вот однажды она только забеременела и ее должны снять на клип, как обычно артистов снимает, должен прийти видеооператор, договорились на какое-то время, и вдруг звонок в двери, она смотрит, как будто договорились на 10, он пришел в 9, открывает дверь, а там 4 человека в масках, они посадили ее и вынесли все, что можно унести из дома, и когда последний уходил, говорит, он достал 100 долларов и говорит, на, это тебе на хлеб, и ушел, говорит, и когда я родила дочь, я, говорит, вспомнила, что я в той записке написала, Господи, забери меня все, но дай мне дочь, говорит, я тогда не думала, каким образом мне может достаться моя дочь, говорит, все те подарки, которые я получила в Италии, все мои сбережения, они, говорит, ушли, я, говорит, потом заработала снова деньги, снова у меня были те драгоценности, но она рассказывала о том, как работают те слова, которые мы говорим Господу, я не знаю, покаялась она или не покаялась, стала служить Господу или нет, она просто рассказывала то, как она подошла к Богу с просьбой своей и со своей нуждой, потому что люди приходят со всякими нуждами к Богу, эта женщина пришла, потому что дочь ее жестоко беснуется, и никто ей не мог помочь, та женщина пришла, потому что она поняла, она была в Италии, она имела мужа, который был миллионер, который мог все на этой земле за деньги купить, но он не мог дать ей ребенка, он не мог дать, чтобы она забеременела, но есть тот, который может это сделать, и она это поняла, и пошла, и помолилась, как она понимала в своем разме, как она может слышала или видела где-то, но она это сделала, и получила ответ на свою молитву. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, я хотел бы сказать сегодня, что Господь знает наши нужды, и Господь отвечает на наши нужды в свое время, когда Ему это нужно. Иногда мы молимся день, два, три, месяц, второй месяц, год, но проходит время, Господь отвечает на наши проблемы. Есть вещи, которые мы не понимаем, есть вещи, которые мы не знаем, но их знает Господь Бог. Я уже говорил лично о себе, когда мы приехали в Америку, какое-то время прожили, я потерял работу, и мы молились, жена молилась, я молился, друзья мои молились, и однажды в молитве Господь сказал, что Он пошлет мне работу и устроит, и благословит меня на том месте. Вы знаете, 22 года пошли прошло, я работаю, многим дают лей-офф, уходят, люди приходят, а я не знаю языка, не знаю вообще, как общаться, работаю, работаю. То есть Бог сказал, что Он благословит, Бог сказал, что Он это сделает, и Он это делает, потому что это Бог. Иногда мы не даем отчета тем словам, которые выходят в наших уст, когда мы молимся Господу, как эта женщина, которая сказала, забери меня все, но дай мне дочь. И Господь сделал, как она просила. Господь отвечает, и Господь помог этой женщине, и исцелилась ее дочь в тот час. Слава Господу! Господь есть Бог всемогущий, Он есть Господь, который исцеляет, который возвращает детей. Я обращаюсь ко всем матерям, ко всем отцам, ко всем тем, кто молится со своими проблемами и нуждами. Он есть Господь отвечающий, и Он отвечает на наши молитвы, на наши просьбы, и Он знает время, когда нам помочь, и когда нам ответить. Поэтому да благословит нас Господь всегда, во всякое время обращаться к Нему. Я понимаю, иногда мы в своих житейских переживаниях, в своей суете, может быть, обращаемся к своим друзьям, к докторам, к кому-то, чтобы кто-то помог. А потом, когда видим, что нет выхода создавшихся ситуаций, мы все-таки вспоминаем, да у нас же есть Господь Бог, Тот, Который может помочь, и мы обращаемся к Нему, и Он по Своей любви и милости являет Свою благодать. Для того, чтобы явить милость этой женщине, Христос проделал огромный путь, преодолев его пеши, прошел этот путь, я не знаю, 35 майлов, или сколько он прошел до того места, или 40, но написано, что те города находились от 50 до 80 километров от тех мест, где Он был. И вот Христос явился туда и пришел для того, чтобы помочь и этой женщине, и ответить, и показать, что Он есть Господь помогающий и отвечающий. И сейчас, склоняясь пред нашим Господом, давайте поблагодарим нашего Господа за те милости, которые Он являл и являет каждым из нас. И попросим, вот те нужды, которые у нас есть, и те просьбы, мы можем излить сейчас нашему Господу. Я знаю, Он есть наш Господь, который отвечает на наши нужды. Склонимся и помолимся. Господь, которые у нас будут вторжены, которые у нас вечно что-то они учатся. Продолжение следует... 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 В понедельник молитва, во вторник молодежный хор В среду молитвенное служение, в четверг общая спевка В пятницу молодежное служение, молитва То есть все дни заняты Поэтому, пожалуйста, приходите Каждый день вы найдете здесь для себя какое-то служение Поэтому обратите на это внимание А сейчас мы закончим наше служение И еще одно У нас продолжается занятие для тех, кто будет принимать водное крещение По четвергам, каждый четверг на 7 часов Может кто-то не знает, уже было первое занятие Каждый четверг на 7 часов вечера На втором этаже, там в большом классе будет занятие Поэтому, пожалуйста, приходите на четверг, кто будет принимать водное крещение Только что показали фотографию Игоря и Таня Песецких Вчера была свадьба Знаете, что это уже муж и жена Очень хорошая пара Приятно было присутствовать на таком браке На таком браке Хорошее свидетельство Поэтому благослови Господь и можете благословить их в своей молитве А сейчас давайте встанем Закончим наше служение благодатью С миром Божьим и вечером на 6 часов Отец Небесный Благодарение и слава Тебе за это воскресное утро За эту возможность быть в доме молитвам Слышать Слово Твое, молиться пред Тобою Благодарю Тебя за то, что Ты, Господи, даруешь время Возможность нам ходить пред величием правды Твоей Слышать Слово Твое Благослови каждого в отдельности И вечером, когда мы вновь придем в дом молитвы Да будет имя Твое благословенно Вечный Бог мой Благослови, распускай и распустись миром Храни в дороге, в транспорте И пусть во всем прославится Твое святое имя За милость, благость, за Твою любовь Прими хвалу, благодарение, честь и поклонение Потому что Ты достоин всего этого Вечный Бог Благодать Господа нашего И Иисуса Христа И любовь Бога Отца Со всеми Вами Аминь Приветствуйте друг друга С миром Божьим Поздравьте Сестер сегодня с праздником Не торопитесь Потому что все равно в трафике будете стоять Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»